Друзья, я вас приветствую в Доме Знаний. Меня зовут Сергей Николаевич, и я преподаю изобразительное искусство. Вы посмотрели видео уроки, которые назывались «Мужской образ защитника». Говоря об этом мужском образе защитники, у вас появился вопрос такой о художнике, которого я приводил вам пример. Это Франц Рубло. И о создании образа. Вот два вопроса, о которых мы с вами говорили. Мы сейчас их рассмотрим. Давайте мы начнем с работ именно Франца Рубло. Вот как он искал образ. И мы говорим же о конкретном образе. Мы же говорим об образе дагестанца, о защитнике своей родины. В Дагестане знали люди цену жизни и цену мира. И поэтому дагестанцы на протяжении всей своей истории, они не стали захватчиками и агрессорами. Но в Дагестане достаточно, у каждого народа дагестанского достаточно много легенд и рассказов о защитниках своего края. Вот посмотрите, пожалуйста, вот образ такой. Мы видим горца на коне. Великолепное изображение. И это работа Франца Рубло. Или вот такой вот. Смотрите. Вот он сидит и смотрит вдаль. Мы могли бы изобразить его так. Вот сам Франц Рубло. Немец по происхождению. Он жил в России. Вот. Он был художником-баталистом. Писал батальные военные сцены. И он был у нас в Дагестане. И выезжал на те места, где проходили боевые действия, связанные с Кавказской войной. Он зарисовал те места, где происходили эти события. У нас был еще, до него был еще один художник-немец Горшильд, который был очевидцем этой Кавказской войны. Который он зарисовал, делал зарисовки. И он восхищался героизмом горцев. И у него есть картины, посвященные зарисовке, эскизы, наброски. Вот Франц Рубло написал панораму. Он был батаристом и написал панораму именно Кавказской войны штурма Хульго. Вот посмотрите работы. Вот Салтинский мост. Вот Франц Рубло показывает, как горцы защищают свой родной край. Вот посмотрите, на переднем плане. Он говорит о том, что старый и молодой, он против этой войны. Этот горец старый, из последних сил, он защищает свою родину. Это погибший, он видит, как погибает его поколение, будущее. И вот здесь лежит солдат погибший. Вот эти три фигуры, они как бы являются идеей этой картины. Или вот еще работа. Вот что тоже силы. Обратите внимание, опять-таки, он не отдает предпочтение кому-то лично. Он не отдает предпочтение там, или царским солдатам, или своим горцам. Он показывает вообще, он показывает войну. И он показывает, как горцы, вот обратите внимание, здесь, и вот здесь вот женщина кидает камень, стреляют, вернее. И здесь вот горцы тоже стреляют. Вот образ защитника. Это работы, которые находятся в нашем Дагестанском музее изобразительных искусств. Работы Франца Румбо. Художник, который посвятил свое творчество батальному жанру. И который был у нас в Дагестане, и защищал, вернее, рассказывал о защитниках дагестанцев. И перед нами задача, вот композиция, о которой вы говорите. Вот он откуда брал эти образы. Он на исторических, реальных событиях. Ну и то же самое мы с вами сделали. Вот поиск происходит. Смотрите, вот, может быть, его изобразить вот так можно было этого горца. А вот группа людей. Это уже другой художник. Суриков рассказывает, опять-таки, о героизме. Вот главный герой у нас. Мы можем, да, можем, как бы, это как бы примеры мы приводим. Мы говорим о том, что рядом с ним могли бы быть еще какие-то две фигуры. Но он был бы у нас главным. Это я вам показываю, как происходит вообще поиск того, как создается образ. Смотрят разные варианты. Художник рисует так. Изобразить может группу вот так. Но это поиски художника, того образа, которому он посвящает свое произведение. И это обязательно услуга. Без этого сразу картину в один прием просто взять и написать. Это еще никому не удавалось. Вот то же самое композиция, о которой мы с вами говорим. Мы тоже делали такой же поиск. Каким будет наш герой? Каким будет наш горец? Вот таким он будет. Вот таким он будет. На лошади он будет скакать. Здесь мы видим просто, он по горам скачет, да? Здесь он стоит, сверху смотрит на горы. Здесь мы видим сражение. И где он будет? Вот может быть он вот так коня будет у нас останавливать. То есть нам нужно найти сам образ. Как мы зрителю расскажем, чтобы зритель нам поверил, что это горец, который готов защитить свой край. На фоне села он может быть или каких-то строений. А может быть он будет на берегу реки стоять, где-то здесь или здесь. В полный рост мы его изобразим. То есть наша задача была найти сам образ и поместить его в определенную среду, где это не будет мешать этому образу, это раз. И будет показывать то, что он является защитником. Это не обязательно он должен там стоять и махать шашкой. Он может просто стоять, но его поза, его вид, сам мужественный вид этого человека, будет говорить о том, что он в любой момент может защитить свой дом, защитить свою родину. Вот это перед нами стояла задача. Сейчас я вам рассказал, как идет вообще ход мышления человека, который создает свою картину. И как он рисует в этом процессе, как он ищет этого героя. Вот об этом был ваш вопрос, и я как бы, я думаю, все-таки на него ответил. Мне приятно было с вами пообщаться на эту тему. Спасибо вам за вопрос. Очень хороший вопрос. И он вопрос, который возникает всегда при создании вообще произведения. Я жду вашей встречи в нашем Доме Знаний. Субтитры сделал DimaTorzok